Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу серию передач по поводу как отдыхать, с кем отдыхать, зачем отдыхать, ну и почему отдыхать. И сегодня у нас тема, которая немного в стороне лежит от обычного рассказа о том, как уже все-таки отдыхать. Тема, которая называется и звучит мехенди. Мехенди это, ну не буду рассказывать, что такое мехенди, почему? Потому что у нас есть эксперт по этим вопросам, и она сегодня в студии. Анна Ромаренко, мастер мехенди, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Что такое мехенди? Мехенди это искусство украшения тела хной, то есть роспись натуральной или хной с добавками, при которой получаются очень красивые рисунки, и такая временная татуировка, можно сказать. А хна, это же такая, ну она сыпучая, да? Я вот знаю, там с детства она там в таких этих продавалась, рыжая такая, порошок, да? А как им рисовать? То есть рисунок на деле, бум, делаешь, и потом посыпаешь в море, или как это делается? Отлично! Надо будет попробовать этот способ. Вообще хна это растение, собирают, измельчают, сушат, просеивают, и вот этот порошочек, да, этой травки... Только не говори, да, вот порошочек травки, продолжайте, продолжайте. Звучит очень интересно. Да, но этот порошок растительный, и в зависимости от того, как его готовят, насколько он свежий, грубый помол или тонкий, молодые листья или более старые, хна делится на хну для волос и хну для росписи тела. Затем её готовят специальным образом, по классическому рецепту туда добавляют лимонный сок, эфирное масло, кофе или чай, и уже получившейся такой пастой густой можно рисовать. И рисуется это на живом человеке? Да, да, это не больно, как часто спрашивают, это даже очень такой приятный процесс, потому что за счёт эфирных масел, как правило, туда добавляется масло эвкалипта по классическому рецепту, он немножечко холодит кожу, это приятно в жару, и сами прикосновения мастера такие тоже очень приятные, то есть это такая расслабляющая процедура. И сколько она длится? Я знаю, что, ну, наверное, длительный процесс, это же нанести рисунок и так далее. Ну, начинающие мастера могут рисовать и час, и полтора небольшой рисунок. Я рисую уже восьмой год, и я рисую пару минут. Ну, у нас есть заготовка, здравствуй, Маша, вот наша модель пришла. Вот, давайте попробуем сделать такой следственный эксперимент. Сколько у нас времени займёт, собственно, процедура нанесения мастером рисунка хной? Вот, опишите, скажите, что у вас здесь, что за инструменты, и как правильно наносится рисунок? У меня здесь разная хна, натуральная хна, хна с добавочкой красящей, у меня есть здесь средства для обезжиривания кожи, чтобы очистить кожу, и масло, которое наносится после рисования. Ну, сейчас мы его сразу наносить не будем, потому что хна должна подсохнуть, и это занимает около получаса, то есть вряд ли Машу мы будем так долго держать рядом с нами. Вот, это она сможет сделать уже потом самостоятельно. Первое, что мы должны сделать, обязательно кожу нужно очистить. То есть, либо мы моем ручки с мылом, если нет такой возможности, то я использую спрей для обезжиривания, либо гель, любой гигиенический. Обязательно обратите внимание, что кожу нельзя обезжиривать медицинскими антисептиками, то есть бацилол, стерилиум, какие-то такие, спирт чистый. А почему? Потому что они очень сильно пересушат кожу, и рисунок не будет держаться долго. Нам важно, чтобы наша кожа не пострадала, чтобы мы сделали это как уход для нее, а не как стресс. Я буду рисовать натуральный хной. Она будет сегодня, после того, как мы стряхнем пасту, останется светло-рыжий рисунок. И поскольку хна натуральная, у нее продолжается реакция с кожей, и за сутки-двое она темнеет очень красивого коричнево-медного цвета. Соответственно, вопрос, откуда берутся рисунки, и значат ли что-то сами эти рисунки, или это просто художественный полет фантазии мастера? Если мы говорим про классические стили росписи, то есть индийский, арабский, африканский, там есть определенная символика, которая, в общем-то, интуитивно понятна любому человеку. И можно рисовать также особые символы. Например, некоторые религиозные общины могут писать священные стихи. Например, мусульмане могут писать сутры из Корана, индуисты пишут на санскрите мантры. Но это уже зависит от погруженности в конкретную культуру, конкретную веру. Например, я буду рисовать для Маши растительные узоры. Это такой универсальный и очень благоприятная символика для женщины, тем более для такой молодой и красивой. Растительные рисунки дают нам энергию красоты, здоровья, поддержку нашим новым начинаниям. Ну, Маша, тебе сегодня все карты в руки, насколько я понимаю. Да, как говорят мои клиентки часто, ой, такие руки надо выгулять в театр или куда-нибудь. А вот по поводу клиенток и по поводу результатов прогулок. А были ли какие-то случаи, что рисунок помогал, не знаю, устроить личную жизнь или еще что-то? Было ли такое? Ну, у меня есть целый ряд клиенток, которые постоянные, и они приходят регулярно для того, чтобы сделать сюрприз для любимого человека. реакция мужчин на Мехенди очень интересная. Например, у меня есть девушка, которая приходит регулярно, и ее молодой человек, она рисует на таком очень достаточно интимном месте, и молодой человек никогда ни слова не говорил. Он живет в другом городе, она к нему ездит в гости и приезжает с рисунком. И вот однажды она не успела ко мне попасть на роспись и приехала без рисунка, и он говорит, я не понял, а где мой рисунок? То есть он всегда молчал, ничего. Она спрашивала, тебе нравится? Он такой, ну да. Ну, стоило ей появиться без него, это оказалось очень даже заметно для него. Ага, то есть важно не присутствие, а возникает вопрос в отсутствии, да? Ну, и это тоже. Но в принципе, в целом рисунок на теле сам по себе, даже если говорить с такой очень прагматичной точки зрения, когда мы рисуем, мы погружаемся в какое-то состояние. Да, это приятный процесс, мы расслабляемся, мы входим в больший контакт с самими собой, со своими желаниями, мечтами, у нас уходит тревога. И когда мы, да, вот если девочки приходят перед каким-то важным событием, мы говорим об этом событии, о том, как бы хотелось себя чувствовать. И пока я рисую, есть такой термин психологический, да, как якорение, да? И по сути рисунок становится якорем для этого состояния. И целую неделю, а то и 10 дней, когда ты ходишь с этим рисунком, при взгляде, ты вспоминаешь все то, что ты хочешь чувствовать. То есть это такая маленькая бытовая магия. То есть получается вот рисунки перед свадьбой, я так знаю, что делают такие рисунки, есть в индуистской традиции, индусы делают такие рисунки перед свадьбой. Соответственно, этот рисунок позволяет отъекорить состояние спокойствия, умиротворенности. И, собственно, сам процесс, он достаточно стрессовый, особенно для мужчин, он как раз становится более спокойным, по крайней мере, для женщин. Ну, кстати, это... Есть еще одна функция, да, у мехенди, это обережная функция. Потому что рисунки, которые мы наносим, у них есть функция такого своего рода талисмана, берега и защиты энергетической. Во-первых, у самой хны, если мы рисуем именно натуральной хной, очень мощные биоэнергетические свойства. То есть она помогает наладить энергообмен, и не случайно рисуются руки, ладони, пальцы, да, там есть много активных точек. Плюс я, например, очень люблю рисовать, да, как мы говорили перед эфиром, я рисую интуитивно, то есть не повторяю чужие рисунки, а то, что я чувствую для каждой конкретной клиентки. И, ну, поскольку у меня так чувствительность уже, слава богу, наработана, да, мне моя интуиция подсказывает, что нарисовать. И часто девочки говорят, я чувствую тепло в руках, какое-то покалывание, да, вот что-то происходит. То есть уже это, да, тоже приятно. Плюс конкретно для, вот, ну, кстати, вот, в принципе, как вам нравится? Хочется что-то добавить еще? Я бы, наверное, сюда что-то добавила. Сюда что-то, хорошо. Это очень важно, чтобы наши прекрасные девушки участвовали в процессе. Есть девочки, которые полностью отдают себя в руки мастеру, говорят, рисуй, как чувствуешь. А есть, которые дорисовывают. Да, но это тоже важно, все-таки человеку-то с этим ходить. И очень важно, чтобы оно максимально нравилось и откликалось. Вопрос вот по поводу безопасности. Вы сказали, что рисунок может наноситься и на, там, интимные места, да? Насколько это может быть опасно? Не знаю, ожог какой-то и так далее. Все-таки это хоть и натуральное, но это определенный концентрат. Значит, что касается безопасности, это очень серьезная тема. Я своих учениц, я уже больше пяти лет преподаю, и я своих учениц очень строго на эту тему так постраиваю. Значит, первое, что важно знать, никогда нельзя рисовать в таких, знаете, проходных непроверенных местах. То есть на пляже, в парке, где-то на фестивале, где вы видите мастера первый и последний раз в жизни. Потому что потом, ну, если будут какие-то проблемы, вы даже не поймете, чем вам рисовали. А какие проблемы могут быть? Значит, самая распространенная и такая достаточно серьезная проблема, если мастер рисует не хной, но говорит, что рисует хной, есть специальные химические краски для бодиарта, которые стоят 5 копеек килограмм. Они очень дешевые, но они очень-очень токсичные. И поверхностная реакция, это может быть аллергия, да, это как бы самый простой способ, самый простой вариант, когда рисунок просто краснеет, чешется, и там это проходит за неделю. Может быть ситуация посильнее, может быть химический ожог, вплоть до рубца, который потом остается. А они в таких же тюбиках? Они могут быть в разной упаковке, могут быть в порошке, который разводится и рисуется кистью, может быть еще реакция, когда реакции на кожу явно нету, но у человека страдает печень, например, потому что токсины выводят печень у нас. И когда я вижу, когда в каких-то таких массовых мероприятиях рисуют детям черный хной, очень хочется подойти и просто дать по голове человеку, который это делает. А черная хна это? Значит, есть, ну, надо разделить. Вот это рыжая? Это рыжая, это натуральная хна. Сразу после нанесения, вот сама паста может быть коричневая, может быть зеленоватым оттенком, да, вот этот травянистый цвет. Пока Маша будет сохнуть, она станет темно-коричневая, да, как корочка, и отпадет. Рисунок останется рыженький. Уже можно сохнуть, да? Да, уже можно сохнуть, любоваться. Спасибо, Машенька. Спасибо за доверие. Вот, и, соответственно, черная хна, в чем ее особенность? Да, значит, черная хна это обобщенное название для целого ряда материалов для боди-арта, для био-тату. Есть материалы на основе натуральной хны, я с ними работаю, и это в состав на натуральной хне добавляется пигмент, черный, либо красный, либо коричневый, ну, какого-то другого цвета. И такие материалы условно безопасны, но в любом случае, если хна ненатуральная, там есть любого цвета пигмент, обязательно мастер должен сделать пробу на аллергию. То есть нанести на локтевый сгиб, либо сюда на запястье небольшой рисуночек маленький и подождать хотя бы 15 минут, чтобы не было реакции. Понятно, там, где большой поток людей, хочется поскорее заработать, эти пробы не делаются. Да, это, как бы, ну, такой момент этичности работы. Второе, детям, беременным, аллергикам мы рисуем исключительно натуральной хной, только натуральной хной. Есть еще целый ряд материалов, которые называют черной хной. Я своими глазами видела, когда пишут роспись натуральной черной хной. Пожалуйста, запомните, натуральная хна не бывает никакого другого цвета, кроме как оттенки от оранжевого до коричневого цвета. Есть красный оттенок, это ненатуральное, есть черный цвет, это ненатуральное. То есть деткам беременным только натуральная хной у проверенного мастера, которого вы всегда найдете, если какие-то у вас будут вопросы, сложности, к вам подскажут и поддержат. собственно, состав хны вы сможете узнать, и если вдруг что-то случилось, то вы хотя бы сориентируетесь, что это могло случиться. По части конкретно вашего вопроса, безопасно ли это для интимных мест, ну, в принципе, да, если мы работаем с качественными, хорошими материалами, и такой важный нюанс для девушек, да, что если делается роспись на лобке, да, то если девушка делает депиляцию, это нельзя делать в тот же день, да, кожа должна быть у нас абсолютно спокойна для любой росписи. Бывает, на ручках удаляют волосы, тоже в день депиляции не рисуем. Ну да, потому что рано... Даже сам эвкалиптовое масло, оно достаточно активное, чтобы у нас не было местного раздражения, да, кожа должна успокоиться. То же самое касается, вот, да, нас смотрят туристы, люди, которые любят путешествовать. Если вы поехали где-то на море, там хорошенько загорели, заснули на пляже после бессонной ночи на дискотеке, слегка подрумянились, пару дней не рисуйте их, но и кожа должна быть абсолютно спокойной и здоровой. Даже если она розовенькая после солнца, уже не рисуем. Ложится ли загар на рисунок хной или потом останется белый след? Остается белый след под рисунком, потому что натуральная хна прокрашивает сами кожные чешуйки. То есть это не краска, которая налипла на кожу, да, это сама кожа меняет цвет. И когда рисунок сходит, да, сходят эти кожные чешуйки, кожа обновляется, то там, где рисунка не было, может остаться легкий белый след. В принципе, многим моим клиенткам это очень нравится, это получается такой эффект легкого или заметного кружева на теле. Очень интересный фактор. Итак, хна бывает натуральная, несколько оттенков, правильное нанесение – это сначала очистка, но не спиртовая очистка, а именно чистящими средствами для кожи. Такое легкое, мягкое безжиривание. Вот, наносится рисунок, соответственно, от, я насколько увидел, вот от пяти минут, ну мы тут говорили, если бы я так понимаю, я бы вас не отвлекал, то был бы рисунок сделан быстрее. То есть следственный эксперимент удался, наносится рисунок, либо интуитивно рисуется мастером, либо по заготовленному лекалу. А потом, что нужно сделать? Он высыхает, и как он сам обсыпается? Его надо там чистить, смывать? Как правильно? Затем нужно просто подсушить на воздухе рисуночек, и когда вот корочка хны застывает, засыхает, она начинает постепенно сама отпадать. На этом этапе ее можно стряхнуть просто рукой или сухой салфеткой. Очень важно, что ее нельзя смывать натуральную хну. Хотя бы 2-3 часа мы должны воздерживаться от контакта с водой. Идеальный вариант нарисовать, например, утром, чтобы до вечера прошло время, когда мы будем принимать душ. Либо нарисовать вечером уже после душа и спокойно лечь спать и уже принимать душ утром. Тогда рисунок будет более яркий, более стойкий. И натуральная хна, она может держаться от недели до двух. Я часто слышу и спрашиваю девочки, вот мне рисовали в Марокко, Тунисе, я ходила месяц или два с рисунком. Милые девушки, еще раз, не рисуйте в непроверенных местах. Потому что, если мы рисуем натуральной хной, прокрашивается только слой эпидермиса, который живет не дольше 28 дней. Срок жизни кожной клеточки. Она отшелушивается, все, рисунок ушел. Если ваш рисунок держался дольше, значит, это была химия, которая проникла глубже в кожу. А это, опять же, потенциально опасно. А после того, как мы его стряхнули, оно у нас там впиталось и так далее, я вижу, есть кокосовое масло. Это мазать, пить, что с ним делать? Ну, не зря оно здесь находится. Ну, кокосовое масло – это вообще такая прекрасная вещь для всего. Конкретно в контексте росписи хной я использую его для последующего ухода за рисунком. Когда мы стряхнули рисуночек, очень хорошо сразу же умаслить нашу кожу. Это можно сделать кокосовым маслом либо другим растительным. Например, жажаба, персиковое, оливковое, сливочное. Вряд ли подсолнечное можно. Главное, чтобы это было не эфирное, а растительное масло. Оно будет питать кожу, оно способствует закреплению рисунка. И конкретно кокосовое масло помогает еще в ней более ярко проявиться. То есть это такой закрепитель. Для мужчин понятный язык. Сначала сделали и потом закрепителем отфиксировали. Отполировали. Прекрасно. Насколько я вижу, рисунки делаются на руках, на спине. Мы говорили, что можно на интимных местах делать. И держатся они до двух недель в зависимости, я так понимаю, от типа кожи и от скорости. От ухода опять же. Уход. Как часто мыть, стоит ли мыть, не надо мыть, надо ли при этом заклеивать и так далее. То есть вот как ухаживать, чтобы оно и держалось, и с другой стороны, ну не мыться долго тоже нельзя. Да, это любимый вопрос. Когда скажут, ой, это же что, теперь не мыться? Вот. Ну я всегда девушкам говорю, что посуду лучше не мыть, пусть моет ваш любимый мужчина. Теперь у него такая будет почетная миссия. Тогда на руках не делаем, хорошо. А насчет дальнейшего ухода, значит, чем хороши рисунки хной? Они не причиняют каких-то особых неудобств потом в быту. То есть мы ведем обычный образ жизни. Единственное, что мы чуть-чуть бережем ручки. Если это роспись на руках, если на теле, то свои нюансы. Конкретно беречь. Не допускать долгого контакта с моющими средствами. Например, если там хочется какую-то мелкую стирку сделать руками, да, или помыть полы, лучше сделать это в перчатках. Но это даже без хны лучше делать в перчатках, да. И затем 2-3 раза в день мы наносим масло для того, чтобы питать и увлажнять кожу и, соответственно, рисунок. Моемся мы в обычном режиме, но не трем место рисунка мочалкой и не вытираемся полотенцем. Просто промакиваем. Лучше избегать, например, долгого пребывания в бассейне, если там хлорированная вода. Если без хлорки, тогда нормально. Если вы волнуетесь перед купанием, можно просто нанести маслице еще раз. А морская вода? Вот мною проверено, клиентками проверена, морская вода практически никакого вреда не наносит. Единственное, что море, это пляж, это солнце, это много загара, кожа подсушивается. Она не любит, если кожа пересушивается. Идет быстрее отшелушивание. Поэтому опять же мажем, мажем, мажем мошлицем. Хорошо. А если я, допустим, или кто-то из наших зрителей захотел научиться этому искусству, насколько это долго, какие нужны базовые навыки, ну тут же рисовать надо уметь. Насколько это сложно? В чем заключается обучение? Дорого ли стоят материалы? Вот такой ряд вопросов. По поводу тоже распространенное заблуждение, чтобы стать мехенди-мастером, надо обязательно иметь художественное образование, художественную школу. Я живой пример. Я не художник по образованию. Я в детстве не умела рисовать. До 24 лет я была абсолютно уверена, что рисование это вообще не мое, это параллельный мир, я к нему не имею никакого отношения. Потом мне очень захотелось рисовать мехенди, ко мне это пришло. И поскольку это было почти 8 лет назад, у нас не было мастеров, которые обучали. Я одна из первых. Поэтому информации не было вообще. Ютуб был вообще практически не развит. Было там одна или две русскоязычные статьи на весь интернет про это искусство, из которых было не особо что-то понятно. И вот приходилось все методом пробы и ошибок. Я как человек, не имеющий рисовательной базы, смогла это освоить. Я смогла это объяснить сама себе, как это сделано. Поэтому теперь мне очень легко это объяснить другим нерисующим людям, без терминологии, как это сделать. Если мы говорим про классические стили, то это своего рода конструктор. Есть базовые элементы, которые важно знать, уметь отработать и понять базовые принципы, по которым они соединяются. Как, знаете, такой конструктор лего. У тебя есть кубики разных цветов, ты можешь построить хоть город, хоть динозавра. И точно так же в Мехенде, зная основные элементы, ты можешь разрисовать хоть всего человека. Вы знаете, за последний месяц вы уже второй человек в этой студии, который говорит, что рисовать не нужно уметь. Перед этим был Игорь Заболотный и Дзвенеслава Новокийска. Они говорят об арт-скрайбинге, о рисунках, о визуальных заметках и так далее. Они сказали, что Игорь утверждает и учит этому людей, что всего существует пять базовых элементов. Треугольник, квадрат, круг, линия и точка. С помощью этих элементов можно нарисовать все, что угодно, но именно в формате визуальных заметок или скрайбинга. Вы говорите то же самое. То есть есть базовые какие-то вещи, заготовки, с помощью которых можно составить любой рисунок. Ну, наверное, уважаемые зрители, в этом что-то есть. Сколько таких элементов, сколько этому учиться, как это происходит? Ну, я их не пересчитывала, конечно, переучивать не проводила, потому что сейчас, в принципе, искусство Мехенди очень активно развивается благодаря интернету. Есть возможность общаться с мастерами из других стран, обмениваться разными рисовальными традициями. Рисунок по скайпу? Да, я, кстати, у меня есть опыт преподавания по скайпу. Это сложнее, но это тоже реально. И получается, что это искусство, которое живое, оно постоянно развивается, обогащается. Каждый мастер привносит что-то свое, и я считаю, это прекрасно. Вот. И на то, чтобы обучиться, ну, мой базовый курс, это два занятия по три часа. Этого хватает для того, чтобы понять, во-первых, теорию, чем рисовать, как рисовать. Да, то есть то, что я кратко рассказала вам, более развернуто, с миллионом всяких нюансов. Да, мы с девочками это обсуждаем. И с молодыми людьми, потому что мужчины тоже приходят учиться, хотя их, конечно, меньше. И затем непосредственно рисовальная практика. Очень важно правильно поставить руку, потому что рисование конусом, это абсолютно другая техника, чем рисование карандашом или фломастером. То есть нам нужно прочувствовать мышцы, которыми в обычной жизни мы практически не пользуемся, научиться контролировать движение, правильно выставлять руку в зависимости от места, где мы рисуем. И затем мы осваиваем вот эти базовые принципы, основы композиции, много домашнего задания, дальнейшая поддержка. Это же поверхностей сколько надо для тренировок. Наверное, потом все родственники ученика ходят с рисунками от макушек и до пяток. У меня был прекрасный случай. У меня была очень такая интересная ученица, она профессиональная художница, такая очень творческая, экстравагантная. И через пару дней после обучения, или неделю, я уже не помню, она мне перезвонила, говорит, Аника, я разрисовала кота. Я говорю, как кота? Он же махнат. Она говорит, нет, у меня сфинкс. Я так, и как? Она говорит, ну, бледноватый рисунок получился. Я говорю, а кот как? Он спал, ему было все равно. Ага, да, но это же насколько он хорошо спал, он же чувствуется рисунок, и прохлада действительно чувствуется. У меня, признаюсь, уважаемый зритель, у меня был опыт, буквально там три недели назад, мы нанесли всей команде Бомбарбея ТВ рисунок, вот именно Мехенди, мы ездили на фестиваль Турдом, и вот сделали себе всякие надписи по поводу фестиваля, туристического фестиваля, который так и называется Турдом. Вот, поэтому и возникла эта тема, потому что нарисовав, мы постепенно погрузились в эту тему, узнав, что там, оказывается, куча нюансов, и, оказывается, нам можно было сделать и по-другому. Вот такое вот. Поэтому мне после сегодняшнего рассказа стало достаточно все понятно. Я могу еще рассказать... Чем рисует, как, куда, и вот сейчас время как раз истории. Могу рассказать еще немножечко про историю этого искусства. Есть очень такое распространенное заблуждение, что это индийская традиция, индийская тема. На самом деле, да, ну, в Индии рисуют, безусловно, но не только в Индии. Везде, где растет хна, это весь пустынный, засушливый пояс климатический. От Северной Африки, Ближний Восток, Арабские страны, Средняя Азия, Пакистан, Индия. Весь этот географический пояс везде рисует хной. Мне рассказывала девушка, у меня была на росписи, она жила в детстве в Таджикистане, в каждом огороде росла хна, и женщины все время что-то с собой с хной делали. Рассказывала мне тоже знакомая, которая была в Йемене, что там есть еврейские общины, в которых обязательно считается, что вообще неприлично показаться мужу без рисунка хной. Ну, как бы можно, да, если форс-мажор, но это неприлично. Ну, как бы, как нашей женщине, да, там выйти перед мужем с зеленой маской на лице, ну, можно, но как-то не очень, да. Вот. И есть еще истории... Не очень. Да. Вот. То есть, ну, лучше все-таки по-другому. Я просто представил, у меня такого в жизни не бывает, но я представил, и слава богу, что у меня такого в жизни не бывает. Да, то есть, есть как бы такие моменты, которые мужскую психику стоит беречь. Она хрупкая. Да, в Йемене считается, что мужчина, ну, вот очень хочет видеть свою женщину расписанной. Рисуют на самом деле не только такие тонкие кружевные узоры. На самом деле, вот эти кружевные узоры появились совсем недавно, 40-50 лет назад. Почему? Потому что совершенствовались технологии нанесения. Вот способ рисования конусом, когда ты можешь выдавить тонкую линию, прорисовать, появился тогда, когда стало возможным технически делать сами конусы, когда появились синтетические материалы. А я вижу, он тут кончик зеленый, да? Это специальная булавочка, крышечка закрывает. А я так вижу, что они уже вот продаются в готовом виде, да? Да, можно хну готовить самостоятельно, можно покупать готовую. Приготовление хны это очень медитативный, но очень трудоемкий и достаточно долгий процесс. Я сейчас, ну, поскольку я очень загружена, я просто не успеваю этого делать и купить готовую, качественную. Но сейчас проще, чем купить порошковую. Сколько стоит тюбик и на сколько хватает тюбика? У начинающего мастера расход материала всегда больше, естественно. У меня, как у мастера опытного, расход минимальный и мне хватает такого тюбика полностью разрисовать вот так руки очень густым, тонким, кружевным рисунком. Две руки одним тюбиком? Да. А у начинающего пол руки одной? Ну, может быть, там на одну-полторы хватит. То есть в любом случае на несколько человек. И вот стоимость ее приблизительно? В зависимости от того, где вы приобретаете, какие наценки, да, я непосредственно закупаю большими партиями для себя и для учениц, порядка 45-50 гривен цена сегодня. Но поскольку это материалы импортные привязаны к доллару, мы никогда не знаем, что будет завтра, поэтому сегодня так. Естественно, магазины часто ставят наценки, продают и по 80 гривен. И в магазинах очень часто она хранится не совсем надлежащим образом. Как она должна храниться? В комнатной температуре, но в жаркую погоду ее стоит прятать в холодильник. Комнатная это 18-20? Ну, примерно, да. 20-23, вот так, чтобы не было слишком жарко. Жарко у вас комнатная температура. Вот я просто знаю, что доктора как раз рекомендуют чуть прохладно, вот 18 градусов. Да, особенно когда дети дома, вот мы часто перебарщиваем с температурой и как раз вот это вот не очень хорошо. Ну, хна, как детки, да, любят прохладу. Вот. Прекрасно. Ну, вот мне все понятно. И вплоть до того, что уже понятная история, откуда это взялось и что вот такие рисунки делать и прикольно, и просто, и по сути своей безопасно при условии, что вы знаете мастера и из каких материалов он сделает вам рисунок. Спасибо, Анна, за рассказ вот об этом, об этом искусстве, да, об этом умении. Спасибо вам огромное, очень все понятно. Люблю делиться этим. Вот. И еще одна тема, знаете, такая небольшая интрига. Я знаю, что вы еще поете. Да. А как это взялось? Ну, насколько я понимаю, что у вас базовое образование психолог. Да. Вот. Но вы мастер мехенди и вы поете. А как вам пришло пение? Откуда это взялось? Оно не пришло, я с ним родилась. Я пою с детства и все детство пела в каких-то хорах, ансамблях. Вот. Потом, когда я закончила институт, и, ну, я пела в студенческих двух ансамблях, закончила институт, наша руководитель ушла в декрет, и я решила, что все, я теперь серьезная тетя, выхожу на работу, уже не до песен. Вот. Через пару лет такой жизни поняла, что нет, я без музыки не могу и стала в это возвращаться. Вот сейчас я пою сопостоятельно, сотрудничаю с двумя прекрасными коллективами, и в ближайшее время нас можно будет услышать на международном фольклорном фестивале в Румынии в начале июля. Ну, вряд ли зрители доедут, если вдруг доедут город Браша. Почему? Мы как раз говорим и наши уважаемые зрители, это путешественники, это туристы, которые с удовольствием... Ну, тогда, тем более, стоит... Где, когда? Город Браша, очень стоит посетить, говорят, там потрясающе красиво, я еще не была, и очень предвкушаю эту поездку. Мы едем с моим танцевальным коллективом, и... Вы еще не танцуете? Да. Это тема отдельной передачи. Это отдельная передача, надо будет обязательно встретиться. Да, обязательно. И мы едем, везем танцевальную, музыкальную программу, это международный фольклорный фестиваль со 2 по 6 июля. Затем, когда мы вернемся в Киев, я думаю, что уже с музыкантами мы придумаем какое-нибудь интересное выступление, может быть, придем к вам в гости, с удовольствием сыграем. Да, с удовольствием я вас приглашаю, приходите, вот, и мы настроим студию так, чтобы вам было здесь комфортно как раз поделиться своим творчеством с нашими уважаемыми зрителями. Спасибо. Супер. Итак, со 2 по 6 число это Румыния, город Брашев, фольклорный фестиваль, на котором вы можете соответственно посмотреть творчество Анны, ну и не только Анны, насколько я понимаю. Вот, сегодня прекрасный разговор о Мехенде, от Анны, мастера Мехенде, и еще будущий разговор от Анны, певицы и Анны, танцовщицы. Вот такая многогранная личность у нас сегодня была в студии, первый, но не последний раз. Спасибо вам, Анна, Спасибо вам большое. Вам творческое настроение. Спасибо. А на сегодня все. Спасибо вам огромное за внимание. Пока-пока и до новых встреч. С вами был Максим Шкилев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok